добрый день уважаемые дамы и господа вы слушаете радио народная волна на частоте 1590 м на нашем веб-сайте radio nvc.com ну и конечно же на нашем youtube канале да кстати если вам не трудно зарегистрируйтесь на нашем сайте radio nvc.com будем вам весьма признательны ну а наш эфир продолжает встречи с иваном денисовым программа так и называется час ивана денисова здравствуйте его здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям 50 лет прошло с тех пор как на экраны вышел фильм уильяма фриткина французский связной вот об этом насколько он актуален и сегодня и будет поэтому и будет посвящена первая часть нашей встречи да я с одной стороны немного сегодня своим правилам потому что обычно новость или с какими-то круглыми датами переносим на финал на фоне всего происходящего сегодня и того что как мы с вами уже не раз обсуждали преступность серьезный и многие другие сложности так как мягко назовем характерные для американской общественно-политической жизни шестидесятых семидесятых возвращаются то неожиданно выясняется что фильмы сняты в то время они оказываются сегодня с одной стороны очень актуальными но это наверное неожиданного как раз нет а с другой стороны если вот представить себе чтобы сегодня нечто подобное кто-то попробовал снять то ну я думаю вы согласитесь этого человека бы сразу назвали супремасистом расистом и так далее так далее так далее и на самом деле я даже ну чтобы уж не загромождать заголовок я даже о двух фильмах немного расскажу которые вот вышли с интервалом в два месяца в семьдесят первом году оба они связаны с полицией и оба они сегодня я считаю очень очень кстати да еще по такой иронии судьбы они представлены показывали нам два штата которые вот тоже у нас постоянно на слуху и в основном в негативном плане это нью-йорк и калифорния но да теперь уже по порядку о чем собственно говоря хотел вам рассказать благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и до главное конечно французский связной потому что все знаем фильм был достоин пяти оскаров и тогда оскар еще имели значение и их давали действительно талантливым людям а и фильм который ну на самом деле произвел переворот как в кино с точки зрения особенности монтажа трюковых съемок чисто так скажем технических моментов так и восприятие жанра восприятие криминального жанра и восприятие того как показываются во первых работа полиции во вторых как показывается проблема крупного города который так или иначе утопает в преступности и всем что с этим связано еще здесь интересный момент фридкин на тот момент был режиссером ну не особенно известным было у него несколько фильмов но меня не особого внимания не привлекали но и точно что с экшен жанром его никак и не связывали но фридкин до сих пор остается человеком который снял я напомню образцовую кинопогоню как раз во французском связно и более того снимал он ее в общем то практически партизанским способом у него назад до на заднем сиденье лежал полицейский консультант йоргенсона фамилия до скандинавского происхождения который в случае чего если бы остановили так далее он бы предъявил полицейский значок ну и все было нормально такой вот момент потому что фильм конечно же малобюджетный ну по по нынешним временам вообще микробюджетные но и тогда он каким-то не числился уж таким блокбастер в основе была вполне реальная история но при этом история которая приключилась еще в начале 60 и повествовала действительно о том а как два полицейских офицера эдвард эган и сонни гросса они вот пресекли и разобрались с такой серьезные наркосетью фридкин на естественно там слегка изменился своим сценаристом и в результате детективов стали звать дойл и раз или русы если угодно но как бы смысл остается тем что они представляли собой ну вот такие весьма характерные для нью-йорка если хотите меньшинство если хотите что нет это и те кто в основном в полицию служил ирландец да и итальянец а играли их напомню джин хэкман и рой шайдер и меню покой да и они оба люди были такой внешности но и прямо скажем не то чтобы гламурный и это действительно оказалось очень кстати то есть фридкин показал нам полицейским это люди которые выполняют свою работу люди которые порой могут прибегнуть к таким не самым что называется законным и следующим слова слова буквы законы методом но которые тем не менее успеха добиваются и которые внушают конечно же нам симпатию более того это наверное был образцовый показ вообще полицейский потому что фридкин избегала демонстрации полицейских как вот просто ангелов в платье которые все делают по правилам и всех побеждают но конечно же ему при силы и мода конца 60-х она была на самом деле а именно стремление показать полицейских мы напомню связаны с разными молодежными волнениями тоже на заметить параллели с ультралевыми естественно когда полицейских но воспринимали я напомню называли свиньями и воспринимали как однозначно что-то негативно а фридкин же вот выборов реалистичный подход но на самом деле именно сделал я считаю для показа полиции в кино больше чем какой-либо другой режиссер потому как и герою хэкмана и герою шайдера ну конечно же возникает огромная симпатии им с переживаешь а будьте они однозначно положительными но я думаю такого бы эффекта небо кроме того замечу что показ нью-йорка как вот города такого опасного преступного это тоже был один из первых фильмов которые открыл ну моды это наверное будет не очень здесь подходящее слово но который стал показывать проблемы нью-йорка города которым напоминают это очень долго правили либералы будь то демократ вагнер или республиканец тогда еще не сменивший партию насколько я помню линдс и помнить недавно нем говорили и при их прежде всего это касается линдс и политики поощрения вот разных левых организаций и откровенно антиполицейской позиции мэра и его команды преступность выросла а наоборот уважение к полиции упала более того в городе в конце 60-х годов шла почти открытая охота на полицейских когда их убивали многие приходили из вьетнама где с ними ну там были ранения были еще чего-то нашли работать в полицию считаю что так они принесут пользу а получалось что у себя же в стране какие-то ублюдки к ним относились даже хуже чем и вьетнамские коммунисты убивали их вообще не давая даже возможности отстреливаться и так далее а и вот в таких условиях фильм фриткина он действительно вернула я не скажу уважение но симпатию к полиции точно уважение я думаю тоже потому что напоминаю и эган и гросс реальный то есть прототипы им персонажи фильма они успех добивались хотя у эгана там периодически были неприятности именно с тем что он некоторые повторяю правила мог нарушать но как бы то ни было когда видишь полицейских оба полицейских обычных людей людей к ним симпатия есть когда видишь во что превращенный город при этом без какого-то нагнетания это полудокументальная манера съемки она сразу же создавала тот самый эффект который был необходим и благодаря которому все видели во что собственно говоря политика либералов превратила город и если мы с вами перемотаем на 50 лет вперед то я думаю вы согласитесь что очень много что из того что я сказал странным образом снова вернулся более того фильм заканчивается сообщением что нам кого-то из бандитов отпустили за недостаточностью улик кто-то увернулся а главных героев вообще перевели на другую на какие другие должности и если вы вспомните действие деблайзио направленные на распуск спецотдела по борьбе с с криминалом который знаете этом с вроде бы хочет восстановить но белым щеки уже грозят ему погромами если это дело будет установлен то тоже это сейчас лет фильм пересматривать то он воспринимается почти как пророчество и кроме того я напомню вам что тогда левые критики его тоже не любили и упрекали в том что главные герои на самом деле все равно расисты и так далее так далее но а представьте себе чтобы было все окажись с ними кто нибудь подобный фильм сегодня где полицейские ведут себя так как они ведут во французском связном повторяю там ничего сверхъестественного нет но сегодня вы сами понимаете любой полицейский который на экране не будет уважать демонстрировать какого-то подчеркнутого уважения к чернокожим преступникам но он сразу же числится расистом а если кто помнит начало французского связного то вы понимаете о чем я говорю поэтому как пересмотрите обязательно фильм того стоит а и еще один очень занимательный момент меня все удивляет когда доберутся до фильма из-за фигуры одного из продюсеров но об этом к счастью как нет это плохо конечно к счастью в том смысле что в нынешних условиях такая фигура ее бы уже было достаточно чтобы фильм попал там черные списки а я пока такого не слышал хотя кто знает а дело в том что одним из продюсеров фильма был дэвид шайн а дэвид шайн это человек который работал нигде-нибудь до того как он ушел в продюсеры шоу-бизнес а работал он помощником сенатора маккарти того самого про которого я так люблю рассказывать а и вот видите как получилось что из окружения сенатора маккарти а не только такие колоритные персонажи как уильям бакли или роберт кеннеди вышли но и вот еще дэвид шайн который стал продюсером французского связного тоже вот такая на любопытная не скажу что параллель такой любопытный момент но и второй фильм который появился повторюсь вот мы выходим в ноябре французский связной вышел октябре 71 года 2 фильмы это декабрь это грязный гарри дона сидела с клинтом истудом при этом постановщик там действие происходит сан-франциско я напомню то есть у нас уже другой такой штат и хотя на тот момент калифорния еще в общем-то помнила рейгана но тем не менее там тоже обыгрывались мотивы которые многим республиканцам и консерваторам были весьма и весьма близки потому что напоминаю сюжет очень быстро полицейские которого играет истуд а он в поисках преступника маньяка получается и преступников вообще оказывается как бы между двух огней то есть с одной стороны бандиты которые порой чувствуют полную безнаказанность с другой стороны такая бюрократия которая всячески подавляет все попытки человека с полицейским значком свою работу выполнять и защищать людей от реальных преступников поэтому финале но это не спор я думаю все фильм смотрели вы помнится и гарри даже демонстративно бросает значок после расправы над маньяком который уже готов творить все что угодно показываю что в системе таким как он не место но успех фильма в связной тоже был успех на 2 получился неудачный а про грязного гарри потом сняли вы знаете еще несколько фильмов пытались его образ немного смягчить особенно в силе в обойной силе магнума вторая часть но пожалуй все равно гарри остался вот тем человеком который перекочевала в полицейское кино из вестернов конечно же его все-таки мне трудно сравнивать с героями французского связного потому что грязный гарри персонаж конечно гораздо более условный это повторюсь образ из студы из итальянских вестернов из американских безусловно и даже его то как его снимали такие определенные углы камеры придавала этому персонал это тоже ирландцы по происхождению гарри кэллахон напомню полное имя грязного гарри придавал ему такой полу мистический вид ну и конечно выглядел он погламурнее чем персонажи хэкман и шайдера те там были вечно в какой-то такой потертый одежде чтобы не выделяться но гарри был всегда как как и из тут браво и элегантно но еще напомню что несколько во французском связном пожалуй ударных реплик не было таких которые бы вошли в обиход а вот грязный гарри дал нам и знаменитый монолог это кому повезло бы напомнить ты думаешь сколько я выстрелил хотя конечно самая знаменитая фраза из серии про грязного гарри это было уже из более позднего фильма внезапный удар 83 года головы хэд мэйк мэйтэй напомню которую и рейган потом перенял так что вот видите сразу два великих фильма у нас празднуют свое пятидесятилетие а и под и чтобы уже подытожить давайте посмотрим еще раз про что так или иначе рассказывали нам и французский связной и уильяма фриткина и грязный гарри дона сидел они рассказывали нам о том как либеральная политика города крупные превращают в опасные для проживания места что противостоять всему этому безобразию могут только люди преданные своей работе ну кто-то повторюсь какой образ гарри тире и студы может быть менее реалистичный кто-то более как во французском связном но что в результате работа полицейских она часто оказывается к сожалению не слишком высоко оценивается и как бюрократы так и общество их полицейских я имею ввиду воспринимают не весьма и весьма недружелюбно как впрочем мои людей которые так или иначе защищаются сами ну и конечно же в сфере процесса над кайлом риттенхаусом тут еще можно вспомнить и жажду смерти другой такой знаменитый криминальный фильма необходимости защищаться когда полиция этого сделать не может но жажда смерти хронологически из нашей истории выпадает фильм 74 года и мне все-таки хочется надеяться что когда ему будет 50 лет то все эти проблемы они станут ну не такими актуальными как сегодня а так повторюсь еще раз и завершая уже этот сегмент если вы хотите получить удовольствие от настоящего американского кино не от того безобразия что сейчас заполоняет экраны и понять за что когда-то давали оскара и наконец увидеть настоящий экшен они что-то там нарисованы на компьютере как сегодня то пересмотреть французского свежного обязательно у фриткина есть еще несколько очень хороших фильмов но наверное действительно французский связной это пик его карьеры и если живете в нью-йорке то можете сравнить с тем что происходит сейчас не напрямую но по общему впечатлению то же самое с грязным гарри здесь может быть больше посмотрите а именно не для реализма а для удовольствия но тоже я думаю заметите что очень многие темы так или иначе затронуты и фильме дона сигела они так или иначе актуальны поэтому полицейские фильмы они очень хорошо всегда комментировали общественно политическую жизнь и американские европейские но муж американских сегодня говорим а и как я надеюсь вы со мной согласились бы послушав этот монолог они к тому же и не теряют свою актуальность может это и проблема может это и плохо но что есть то есть настоящее кино остается актуальным всегда и конечно же остается действительно хорошим здесь я умолкну если сергей что добавить удовольствием передам слово спасибо огромное вам давайте мы сделаем небольшой перерыв послушаем рекламное объявление если у наших радиослушателей будут вопросы телефон студии по-прежнему 847 4005 200 ну а пока реклама возвращаемся в программу час ивана денисова телефон в студии по-прежнему 847 4005 200 если у вас будут вопросы к вам или комментарии пожалуйста звоните ну а пока наверно перейдем к следующей теме вы уже рассказывали нам от на скандалах связанных с норку с так называемым норковым скандалом в дании похоже это не заканчивается наоборот какие-то новые страницы открываются да и опять отхожу от своих правил потому что обычно новости европейские тоже оставляю напоследок но американские новости все время вытесняют эта история я считаю заслуживает вашего внимания тем более вы увидите здесь не сомневайтесь некоторые параллели с событиями американскими совсем недавно но я еще раз напомню что разгар вроде как к виду то есть прошлом году в дании вдруг пришло в голову социал-демократам что норка то есть животные разносят какой-то там особый штамм коронавируса и надо их истребить вообще всех больные здоровые неважно в результате это произошло бизнес понес серьезные потери потому что в дании норковый бизнес это весьма и весьма серьезная вещь а потом вдруг оказалось что вообще то не надо было этого делать потому что в принципе тут нарушался закон по которому здоровых то животных убивать но это как минимум неправильно по это дело спешно указали на двери министру сельского хозяйства генсона и вроде как все и успокоил но по прошествии какого-то времени парламент который этим делом занимался и продолжает заниматься вдруг выяснил очень интересную вещь а именно что когда парламент обратился к премьеру социал-демократки фредриксон с просьбой представить переписку по поводу вот всего этого удручающего решения вдруг выяснилось и внимание я уверен вы все угадали что случилось а именно она все стерла и все всю переписку по норковому делу уничтожила стали выясняться всякие нехорошие вещи вроде того что была договоренность между править кабинетами министров что кто-то из них демонстративного то идет в отставку чтобы принять на себя удар им стал йенсен а и что в случае чего за все будет отвечать если там будут разбираться секретарь кабинета барбара бертолсон так а что касается смс на там переписка велась телефонная то фредриксон заявляет что вот извините у нас так принято что через 30 дней все уничтожается поэтому вот чего нету того нету тем не менее парламентарии особенно из консервативного блока оппозиционного они конечно же возмутились а и стали требовать у компании которые осуществляют предоставление связи услуг по связи правительству чтобы эти самые смс-ки были восстановлены и вроде бы сейчас такие усилия делаются и общем перспектива повторного вынесения недоверия социал-демократам опять в воздухе повис так первый раз не очень это получилось вот теперь очень может быть что произойдет но фредриксон и социал-демократы конечно же поняла что дела не очень хорошо и стала активно действовать с одной стороны и и активные действия указывают что она действительно чего-то боится с другой стороны ну к сожалению все это может привести к тому что так как у левых в парламенте все-таки большинство то опять все это сойдет на нет и действия правительства нациг и принесший огромный ущерб датской экономики и нацеленные на то чтобы скрыть все сведения тем более что закон который очень сильно ограничивает прозрачность правительства он на самом деле был принят совсем недавно всего-то в 2013 году и мои любимые новые права и при поддержке такой либертарианской партии либеральный альянс они пытаются в ряд моментов этого закона подкорректировать как-то чтобы разобраться вообще чем датское правительство руководствуется принимая те или иные антиковидные меры но пока даже их коллеги по консервативному блоку вы им не очень помогает а вот что касается фредриксон то она двигается в каких направлениях одно направление ничего не могу сказать достаточно хитро и разумно дело в том что датские социал-демократы они себя позиционируют как такие миграционные ястребы в реальности там не все так гладко и те же самые новые правые не раз указывали на ряд не слишком разумных действий нацеленных на то что всякая мутная публика в дании все равно оседает но тем не менее фредриксон она во многом приходила к власти как человек который будет бороться с нелегалами и с беженцами из сомнительных стран теперь она и правительство действительно пытаются принимать ряд мер чтобы ужесточить въезд и открывать лагеря беженцев в третьих странах что тоже заметьте вам знакомо потому что один известный джентльмен в соединенных штатах тоже пытался сделать нечто подобное и совсем недавно как вы помните когда был президент и фредриксон она сейчас ищет поддержку и она обратилась к норвежским лейбористом напомню недавно победившим на выборах с предложением что вроде как родственные партии социал-демократы даниэль и борис ну или рабочая партия норвегии что давайте-ка мы вот вместе будем самую иммиграцию постепенно сокращать и вместе будем добиваться того чтобы беженцы где-то там оставались у себя в африке в азии тогда по забавному совпадению да все знаем что в политике порой происходят очень странные союзы у социал-демократов датских в дорвегии и эту инициативу поддержали в парламенте как раз правы ну понятно как тоже сторонники ужесточения миграции партия прогресса а вот лейбористы пока что-то не очень активно себя ведут но тогда фредриксон социал-демократы решили прибегнуть более привычному методу и этот увы ничего хорошего метод уже в себе не несет дело в том что сейчас там целый ряд законов как раз вот на днях заканчивать свое действие связанных с тем что у правительства есть особые полномочия на время к вида я напомню что вообще-то меры основные были сняты и вроде бы ничего страшного но вот как по странному совпадению как всегда как только случился новый виток норкового скандала а вдруг сразу оказалось что ковид вернулся то есть он где-то ждал пока правительство из будет испытывать проблемы и дождавшись опять вернулся и хотя все те же самые правые партии но прежде всего опять новые правы едва ли не единственная активная оппозиционная сила они ссылаясь не на кого-то на педиатров методи сын она напоминаю сама бывшая учительница и она занимается в партии вопросами образования и детского детского медицины и так далее тогда так вот она представила довольно много экспертных понимающие слова экспертную тоже звучит почти как ругательно представила довольно много экспертных данных насчет того что например и ни в коем случае нельзя закрывать школы потому что по мнению целого ряда датских педиатров и эпидемиологов школы ну никак не способствует развитию к вида что нет необходимости возвращаться к каким-то особо жестким мерам и если учесть что там в дании они руководствуются формулировками что к вид он ранее был социально критическим заболеванием и вот тогда у правительства огромные полномочия были потом он переквалифицировался социально опасно это меньше а теперь они снова принимают социал-демократы добиваются того чтобы к виду было возвращено в возвращен статус социально критического заболевания и это означает что опять у правительства появляется практически неограниченные полномочия и в связи с тем законом который упоминал 13 года и в связи с общей ситуации складывается такое положение что правительство становится почти неконтролируемым и парламент он в реальности не может добиться того чтобы ему правительство рассказывал что и как тем более что комиссия которая создана экспертная опять же но она в нее естественно постарались социал-демократы включить таких экспертов чтобы они давали то что нужно правительству поэтому понятно что если случится то что социал-демократы во главе с фредриксон но снова начнут всех запугивать страшными историями о том что все умрут от к вида прежде всего шоу виноваты не вакцинированы и так далее и так далее но вся та шарманка что вам тоже хорошо известно да не только вам а всем нам но действительно какая там какие там норки кого они будут волновать социал-демократы привычно получит власть неограничен поэтому будем следить за развитием событий да я уж обижаюсь вам рассказывать все важное что в дании и норвегии происходит здесь у меня нет особого оптимизма говорю сразу потому как в обеих странах слишком сильно влияние левых пусть даже в дании она шатается но тем не менее будем следить будем смотреть я здесь умолкаю если сергей что-то давит или есть вопросы то с удовольствием выслушаем попадание понятно по поводу к виду столько вопросов но к сожалению задавать вслух мы не можем заблокирует про себя подумаем сами зададим про себя же ответим на эти вопросы все больше и больше информации слайд давайте попробуем принять звонок может быть ты задрадил слушателей добрый день ну уж не из того что вас борис к точно так вдруг мы перед тем как звонить принимайте таблетки или наоборот не принимайте их так много у него всегда так как только утром потеряет там который должен при начинает звонить данная дворе не знаю таких случаях либо не принял либо перебрал либо еще чего-то лучше масса чувствую человек нам тяжелое положение дома проблемы с семьей ему надо на ком-то вывести вынести выместить свои проблемы я вам сочувствую друг мой но я не ваш психоаналитик хорошо давайте теперь вернемся в сша в частности выборы в вирджинии и основной темой выборов было конечно взаимоотношения родителей то есть образование а во главе угла стояло образование и взаимоотношения родителей и школьных советов тут еще вмешалась министерство юстиции стала натравливать фбр в общем что дальше да тут те советы которые консервативные эксперты дают янкину они на самом деле выходят далеко за предел одного единственного штата потому что вот эти четыре направления по которым консерватором надо работать в ближайшее время они важны и повторюсь не только в рамках одного единственного штата где к счастью победила консервативный республиканский кандидат но первый это тот момент которому все же давно говорят я даже не стану на нем сильно сосредотачиваться это необходимость развития ваучерных школ и выбора школ потому что пап перед по принципу политическому что все лучше это на делается на стыке прагматизма и идеализма естественно что выбор школ это хорошо для детей для образования но и как все мы видели на примере десантис это очень хорошо еще и на для выборов потому что десантис победила во многом благодаря поддержке тоже родители так как он был сторонником вот школьного выбора и янкин это стоит тоже иметь в виду но уж развивать опять тему закрытие школ или их того что мы с вами видели за последнее время я даже не буду тут так все понятно момент следующий который тоже стал ключевым для вирджинии и одной из гладим из главных фронтов культурных войн так назовем это конечно же критическая расовая теория здесь тоже все в общем то понятно потому что левые могут сколько угодно вопить что ее выдумали ужасные республиканцы что ее нет однако существует огромное количество самых разных подтверждений доказательств что это критическая расовая теория она работает ее насаждают в школах и я понимаю что это конечно же не критерий но такое забавное дополнение что даже российская пресса в лице скажем новой газеты активно агитирует за то чтобы критическая расовая теория распространялась не только в америке но и в россии хотя я так и не понял как это будет выглядеть ну как бы то ни было тут тоже спорить смысл нет надо не избавляться тем более что существуют вполне себе конституционные основы чтобы ее не насаждать и и изживать из школ точно в университетах более сложный момент а в школах вообще-то обучение дискриминации а критическая расовая теория она так или иначе обучает детей дискриминации но это вообще-то нарушение а закон о гражданских правах аж 1964 года и на это указывают очень многие специалисты по конституции по законам что критическая расовая теория противоречит следовательно и и и надо искоренять всеми возможными способами так как она по большому счету незаконно более того люди которые ее насаждают очень активно как бы они себя не называли учителя увы политики два раза и так далее они так или иначе противо нарушают еще и первую поправку во многом так как затыкают рты своим поведением людям и новое мнение сразу же записывая их в расисты дженненавистники но и дальше мы помним с вами все по списку поэтому в случае искоренения критической расовой теории школ законы они по идее на стороне противников этого безобразия и действовать в этом плане нужно два момента которые очень на самом деле актуальны и не только даже для американских школ а для школ во всем мире включая представьте себе и российский и дело даже не в засилии профсоюзов как таковых учительских хотя это тоже проблем очень серьезно во первых то что надо активнее привлекать и да и развивать так называем учителей которые знают предмет но возможно не получили специального педагогического обучения потому что знание предмета она гораздо важнее то есть я допускаю что и для начальных школ педагогическое образование смысл имеет но увы к все чаще и чаще особенно к сожалению странах западных да и не только опять же западных чего уж там вот эти вот курсы педагогические они сводятся какой чертовщине я говорю вам по собственному опыту потому что я проходил огромное количество всяких этих курсов не будет даже не вспомню сколько по количеству но более бездарного времяпрепровождение мне вспомнить довольно сложно то есть за два для кого то наверное даже за год на скажу за два года работы в школе если вы знаете предметы можете найти общий язык с детьми научитесь гораздо большему чем на всех этих курсах вместе взятых но для профсоюзов эти курсы они действительно способ управлять учительскими потоками и направлять правильных людей которые себя зарекомендовали не столько знанием предмета сколько знанием каких-то последних не без сути но дебильных теорий которые периодически педагогом в худшем смысле этого слова бюрократов нет педагогики приходят в голову поэтому с этим тоже надо что-то делать но и раз я упомянул бюрократов вот педагогики и всего что с ними связано то есть еще одна проблема которая у нас еще менее заметно хотя тоже есть западных странах по моему наблюдению становится все более и более серьезный а именно это раздувание школьного штата за счет людей которым там в принципе делать нечего то есть какие-то там пафосные названия что-то социальные педагоги заместитель потому-то по заместитель посему-то это у нас так называется в школах американских это при преимущественно специалисты по пресловутому diversity специалисты по каким-то расовым вопросам но вы все со школами своими контактируете и вы понимаете о чем я говорю что в реальности ну пока естественно вот такая публика она еще учителей кач не вытесняют и вряд ли вытеснет но тем не менее надо как бы отдавать себе отчет что как чем больше такой публики в школах тем меньше собственно говоря реального образования потому что все они будут требовать чего-то своего все они будут насаждать те самые глупости которые я характеризовал и с удовольствием это повторю дебильными теориями и все это не будет иметь ну никакого отношения к тому чтобы обучать ваших да и наших тут российской федерации детей так как все эти педагоги один на школу может быть я допускаю да это вряд ли а когда их становится все больше и больше и больше и что они делают никто не знает никто толком не понимает то вот здесь все получается когда говорят что мы увеличим финансирование образования то понятное дело что очень большие большая часть этих денег она уйдет на разнообразную бюрократию как на ту что сидит в школах так и на ту что сидит в разных департаментах министерствах и так далее там подумать и с этим тоже надо в общем то что то делать и чем скорее тем лучше поэтому янкину карты в руки как говорится республиканцы на его примере увидели что образование и на примере до санта кстати не забывай образование это действительно вещь важные надо это продолжать про японию я уж не буду вам лишний раз говорит но вот эти четыре направления в принципе по моему убеждению они обязательно для консерваторов не только вирджинии но и в соединенных штатах а если быть до конца откровенным то и за пределами соединенных штатов тоже включая даже и российскую федерацию при всей нашей нынешней кто-то считает схожести кто-то непохожесть здесь умолкну если сергей что-то добавить с удовольствием передам слово иван огромное спасибо ну можно об этом говорить бесконечно то что о том что происходит системе образования но вы нам тоже следите за тем что происходит вискансии я имею ввиду судилище над кайлом рим хаосом об этом наверно поговорим уже в следующий раз я думаю да уже тоже много говорится но пока я надеюсь все таки на лучшее тем более знаете сегодня сняли еще обвинения правда к сожалению их еще много осталось там как на него навалили ворок всего но пока судья ведет себя нормально обвинение ведет себя отвратительно и ну давайте надеяться что все обойдет еще одно событие которое сегодня произошло это агенты фбр арестовали беннона вот про это я точно хотел поговорить подробнее в следующий раз потому что это вообще очень интересная тема вот это самое призы так называемое презрение конгрессу это заслуживает точно отдельного разговора следующий раз об этом обязательно поговорим огромное спасибо и до встречи в следующий раз спасибо вам